Будущее приходит на аэродром «Сокол». Там приступили к строительству взлетно-посадочной полосы. Вертолетам уже не первый год. Приходится садиться прямо на землю. Это нарушает правила эксплуатации техники. В Министерстве обороны решили упущение исправить и выделили деньги на строительство полосы. Подробности в нашем следующем материале. Первые плиты в основании будущей взлетной полосы закладывают уже сегодня. Для сотрудников аэродрома «Сокол» это не просто долгожданное событие, а шаг в новую жизнь. Здесь только по рассказам знают, что такое настоящая взлетная полоса. Вместо нее на аэродроме чистое поле. Вертолеты поднимают воздух и сажают прямо на землю. В дождь вообще катастрофа. Грунт мгновенно раскисает. Иногда даже отменяют полеты. Само собой, говорят летчики, что для техники это медленное уничтожение. К середину лета трава выгорала, появлялась пыль, которая, соответственно, из-за конструктивной особенности вертолета низкого расположения относительно земли входных устройств. Пыль попадала в двигатели, что неизбежно приводило к выводу их из строя и досрочному снятию дорогостоящих авиационных двигателей. Техника и вправду дорогостоящая. В последние годы аэродром получил новые вертолеты, каждый из которых стоит в несколько раз дороже, чем строительство взлетной полосы. При сегодняшних условиях эксплуатации они быстро выходят из строя. Поэтому в Министерстве обороны решили – пора строить нормальную площадку. Уже идет первый этап работ. Снятие растительного грунта производилось. После этого песко-цементное… Сначала материал был, называется «дарнит». На этот материал кладется щебень, песок и песко-цементная смесь. И после этого укладывается плита аэродромная гладкая. Специальный материал повысит устойчивость полосы, защитит и от насекомых, и от пыли. Площадка будет в длину полкилометра. Одновременно с нее смогут взлетать четыре вертолета. Уже скоро, обещают строители, полоса будет готова. Крайний срок завершения работ – середина октября. Александр Филин, Елена Губенкова, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.